МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будет один везти теплицы и биться за богатый урожай. Здравствуйте! С вами вновь Геннадий Мулярчик. Зеленая зима в Подмосковье и проект «Битва теплиц». Несмотря на плохую погоду в этом сезоне, растения как в теплице «Восток», так и в теплице «Запад» прекрасно развиваются. Поэтому работы сегодняшнего дня Геннадий начнет с формировки подросших растений. Сегодня у нас с вами примерно середина нашего проекта. В теплице «Восток» мы закончили формировку наших огурцов и перцев. Видим, что огурчики наши еще, несмотря на то, что довольно низкорослые, но уже начали завязывать плоды, и даже плоды стали расти, а перцы уже готовятся перейти в техническую спелость. Сегодня мы с вами в обеих теплицах соберем редис, а также, я надеюсь, что в теплице «Запад» мы соберем уже первые огурцы. В прошлой программе мы с вами пересадили нашу рассаду арбузов в теплице «Запад». Неделю после этого я посадил такую же рассаду уже в теплицу «Восток». Несмотря на то, что температура, к сожалению, за бортом намного теплее не стала, и если верить синоптикам, погода отстает у нас на месяц в Подмосковье. Но, тем не менее, видим, арбузы развиваются, заметно слабее, чем это они делают в теплице «Запад», но намного лучше, чем аналогичные арбузы у нас, высаженные в открытый грунт неделю назад. Хорошая и крепкая рассада – это правильные и качественные семена, своевременный уход и полив, и емкости, в которых вы эту рассаду выращиваете. В проекте «Битва теплиц» Геннадий выбрал кассеты и горшки от компании «Миртен». Добрый день. Я представляю компанию «Миртен». Это производственная компания из города Наукограда Дубна. Мы производим различные изделия из пластика, но флагманом нашего производства является производство и продажа рассадных контейнеров технологических и сопутствующих для садоводства, для огородничества, для профессиональных питомников. У нас достаточно широкая и большая линейка, на сегодняшний момент 22 позиции рассадных контейнеров общим литражом от 0,5 до 15 литров, которые подходят для выращивания рассада, а также для выращивания растений и с глубокой корневой системой. Это розы, это кустарники, также и с стандартной обычной корневой системой. Идея производства рассадных контейнеров нами взята из Европы, где агрономы при выращивании растений особое внимание уделяют правильному расположению корневой системы растения в горшке, правильному развитию, минимизации потерь при выращивании рассады растений, кустарников. Собственно, первую линию, которую мы запустили, мы взяли у наших польских производителей, коллег, и развили ее в дальнейшем, учитывая и климатические особенности нашей полосы, учитывая потребность и пожелания питомников. Мы работаем как с крупными питомниками, это профессиональные площадки для выращивания растений, так и непосредственно реализуем частным лицам, садоводам, любителям, ландшафтным дизайнерам, которые занимаются, всем людям, которые хотят, в общем-то, выращивать у себя растения. Ну, конечно, можно использовать различные народные приспособления, если вы выращиваете растения у себя дома, на даче. Но не следует помнить о том, что рассадный контейнер – это специализированный продукт, который предназначен специально для того, чтобы правильно вырастить растения. Мы же подразумеваем, что растения мы в горшках не только выращиваем, они могут у нас и зимовать. А зимовка происходит в наших климатических условиях следующим образом. Растение в горшке либо закапывается в землю, либо оно накрывается грунтом и хранится на складе, который, как правило, тоже не отапливаемый. Наши горшки выдерживают и перепады различных температур. Они не ломаются, не деформируют корневую систему. На горшочках располагаются у нас отверстия специальные дренажные, которые выполняют двойную функцию. В первую очередь они обеспечивают вывод лишней влаги из грунта. Если вы поставите горшки и добавите питательную среду в поддон специализированный, который у нас также продается, то вы также можете, в принципе, обеспечить систему нижнего полива, потому что за счет отверстий дренажных будет высыпать вся влага. Так как газонная трава, кроме искусственного газона, у нас за пределами теплицы еще не выросла, то мы арбузы замульчировали сеном, дабы оно удерживало влагу и, слегка разлагаясь микроорганизмами, давало арбузам нашим небольшое тепло. Так как в теплице «Восток» у нас отсутствует подогрев грунта, и все тепло, которое растения могут получить, это тепло от излучения солнца, тепло от грунта, который нагревается солнечными лучами и потом остывает, дает тепло уже воздуху в теплице. Никаких других аккумуляторов тепла мы в этой теплице делать не стали. Отдельно хочу отметить, что наша теплица «Восток», но, по крайней мере, в той комплектации, которая досталась нам, не приспособлена для подвязки растений, то есть отсутствует устройство или тросы для подвязки наших растений. И, как видите, нам приходится натягивать, изощряясь различные веревочки под разными углами, привязывая и оттягивая их к стенкам теплицы, так как у нас всего три продольных дуги, к которым мы можем что-то привязать. В процессе эксплуатации теплицы мы можем заметить, что комплект защиты для поликарбоната прекрасно выполняет свою функцию. В пластике нет воды, он не зацвел, туда не заползли жучки и не проросли растения. Очень важно, чтобы в сотах у вас сохранялась чистота, поскольку, если оставлять их открытыми, внутрь может попасть пыль, которую вы не сможете удалить, а также, забившись землей, соты могут наполниться водой и зацвести. На этом мы закончили формировку огурцов и перцев. Сейчас перейдем на другую сторону нашей теплицы и формируем наши томаты и баклажаны. Заодно посмотрим, как они развиваются в этой теплице. Как видим, на текущий момент баклажаны дополнительной формировки никакой не требуют, нормально развиваются, несмотря на то, что, конечно, отстают в росте от теплицы запад. Но, тем не менее, начали цвести. Нам остается только иногда, заходя в теплицу, постукивать по стволикам, дабы улучшить опыление. И ждать здорового урожая. Особое внимание мы сегодня уделим томатам, так как томат – растение быстрорастущее и требует постоянного внимания. В нашем случае, так как нам удалось ограничить полив именно томатов, чтобы сдержать их небурный рост, так как на органике томаты склонны к тому, чтобы давать все больше зеленую массу, чем плодоносить, то нам удалось избежать, собственно, жирования томатов в этой теплице. Вот, поэтому мы смело можем их продолжить пасынковать. В данной теплице я решил ввести томаты в два ствола, то есть оставив по одному дополнительному пасынку. Единственное, на одном томате случайно этот пасынок отрезал, поэтому этот томат у нас пойдет в один ствол. Заодно и сравним его с остальными, которые идут в два ствола, то есть по уровню урожайности. Начинаем пасынковать. Пасынкование томатов мы завершили. Обрезанные листья и пасынки, если у вас растет, например, в саду смородина, вы можете разбросать под кустами и на кусты. Это позволит вам активнее бороться с плюей без применения различных препаратов. В теплице «Восток» мы устанавливали самую простую систему полива, но при этом она также с автоматическим таймером фирмы «Галькон», который имеет циклический полив, где устанавливается продолжительность одного полива и цикл дней, через который нужно осуществлять этот полив. Это один из простейших вариантов. Он также просто в эксплуатации и в изучении, скажем так, если кто-то не знает, как управляться с таймерами. Также в этой теплице установлен фильтр, у которого сетчатый элемент фильтрования. Он выглядит вот так, то есть сетка засоряется с внутренней стороны, ее нужно будет почистить в течение сезона, проверять и чистить, чтобы не засорялись капельницы. И имеет фильтрацию 130 микрон. Такую же степень очистки осуществляет фильтр той же самой компании «Евродрип», но только с фильтрующим элементом дисковым. Дисковый фильтр, по сравнению с сетчатым, который я показывал, имеет преимущество в том, что у него больше грязестойкость, то есть промежутки между очистками при той же самой степени загрязненности основной воды будет больше. В одном из прошлых выпусков мы уже рассказывали вам разницу между однолетней и многолетней капельной линией. В следующем сюжете мы покажем наглядно, в чем же разница. Хотелось обратить внимание на тип капельных линий, использованных в вашей системе капельного рожения. Это могут быть как однолетние капельные линии, обратите внимание, на толщину стенки. Или это могут быть многолетние капельные линии, как в нашем примере. Отрежем для примера кусочек и рассмотрим его чуть поближе. Толщина стенки порядка одного миллиметра. И эмиттер, или капельница, как ее называют, толстый большой лабиринт с двумя водовыливами. Ну, для примера можно разрезать капельную линию однолетнюю и посмотреть, какая капельница там. Эмиттер представляет свою маленькую плоскую капельницу с входным фильтром и одним выходным отверстием. И, как вы видите, лабиринты расположены на маленькой площади. Ну, не говоря уже о толщине капельной линии. И многолетняя капельная линия с толстой стенкой и с толстым эмиттером. Вот, обратите внимание, какой толстый и прочный цилиндр. И количество лабиринтов, которые расположены по всему периметру всего эмиттера между самим эмиттером и стенкой трубки. Вот это входной фильтр капельницы, вы видите здесь. Вот это многолетняя капельная линия с толстой стенкой, которая может послужить 10 и 15 лет, если правильно ухаживать за фильтром. А это однолетняя капельная линия, которая в сельском хозяйстве используется на однолетних культурах. То есть ее раскладывают, в течение сезона она служит, в конце сезона ее утилизируют. Нажатием одной кнопки мы запускаем полив. Музыка. 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 Так у нас теплица Восток дала первый урожай. Видим, редис ажур удался, несмотря на то, что он был посеян всего три недели назад, и у нас в теплице нет подогрева, да еще и погода не айс, точнее наоборот погода айс, а не теплая и не солнечная. Считаю, что результат очень хороший для редиса. Мы в этой теплице с вами все работы завершили. Отдельно хочу сказать, что я решил в эту теплицу кабачки не сажать, а оставить место для арбузов, точнее для их плетей. Как я уже отметил, с подвязкой в этой теплице все очень сложно. То я решил, что плети арбузов пущу на то место, где планировал посадить кабачки. Теперь мы можем перейти с вами в теплицу Запад и посмотреть, насколько лучше там развивается растение. За счет соустановленного подогрева грунта. Будучи вот сейчас вот долгое время не в Якутске работая и наблюдая за тем, как происходит дачный процесс, понимаешь, что и там люди хотят получать свои грунтовые какие-то огурцы и помидоры. Потому что в основном все привозное. И вот как раз здесь электрическая система обогрева очень важна. Ну вот особенно в неблагоприятных климатических зонах. Она не просто позволяет увеличить срок созревания, плодоношения растений. Она вообще позволяет это сделать. Потому что настолько неблагоприятная климатическая зона, там летний период, особенно вот в Япутии, там еще где-то, она длится буквально с мая по август. Потому что в августе начинается замороз. Очень сильный. В сентябре уже морозы со снегом. Поэтому, конечно, в открытом грунте это сложно делать. Но вот в теплице как раз кабельная система обогрева, она позволит жителям северных районов собрать урожай, который они хотели бы потом поставить на стол. Итак, наша теплица запад. Как видим, разница видна невооруженным глазом. Видим, что огурцы, которые корнями находятся в грунте, в грядках с подогревом, а на них мы светим фитосветильниками, уже вымахали фактически с мой рост и начали подоносить. Сегодня мы с вами соберем первый урожай огурцов. Также заметна большая разница в росте арбузов, которые не только дали уже множество плетей, но и эти плети вовсю приближаются к коньку нашей теплицы. За те три недели, что прошли с нашей предыдущей передачи, в теплице запад появились также вот эти замечательные кашпо, которые мы посадили в клубнику, ну или в зеленику садовую, если называть ее более правильно, а также для разнообразия, чтобы показать возможности, какие предоставляет кашпо в теплице, так как особенно первая половина сезона в высоту теплица свободна, мы еще в два кашпо добавили томат и перец. В теплице Восток мы урожай редиса уже собрали, сейчас мы соберем его также в этой теплице. Видим, что здесь у нас редис значительно крупнее, вот так как подогрев делает свое благое дело на наш здоровый урожай. После сбора редиса мы с вами соберем первый урожай огурцов, который в нашей теплице запад уже готов, ну и, соответственно, тоже сформируем кусты огурцов и наших перцев. Вот отдельно хочу обратить внимание, то, что перцы в этой теплице развиваются заметно лучше, а те перцы, что растут у нас под светодиодным светильником, еще и более мощно ветвятся, что дает надежду на значительно более высокий урожай, чем в теплице Восток, и не только чем в теплице Восток, но и чем те кусты перцев, которые у нас не освещаются светодиодным светильником дополнительно. Субтитры создавал DimaTorzok Первый урожай в теплице Запад у нас снят. Как видим, теплица Запад вырывается вперед не только по урожаю редиса, но и первый урожай огурцов снят именно в ней. Еще хотел обратить внимание на две вещи. Первое. Из-за плохой погоды мы не можем высадить посаженную на предыдущей программе рассаду ни кабачков, ни тыкв, ни арбузов в открытый грунт, так как погода оставляет желать лучшего. Вчера ночью было плюс три, сегодня чуть теплее, но целый день идут дожди. Поэтому, если мы заглянем с вами за наши огурцы, то видим там рассаду тыкв, которая уже давно через рассадные емкости проросла в грунт, и я уже с трудом представляю, как мы будем ее не только оттуда доставать, но и как мы ее будем пересаживать в открытый грунт. По моей оценке, и глядя на долгосрочный прогноз погоды, раньше, чем в конце этой недели, то есть дня через 4, а то и 5, мы это сделать не сможем. А рассада продолжает расти. Вот такое у нас суровое, но урожайное лето. Рядом с теплицей, в высоких грядках, Геннадий планирует посадить арбузы и тыквы. Но из-за погоды, пока только искусственный газон от компании «Оптилон» чувствует себя прекрасно. Почва вокруг теплиц гнилистая, и после продолжительных осадков становится настоящим болотом. Но благодаря дренажным отверстиям в покрытии, вода не задерживается на поверхности газона. Мы перешли с вами на сторону, где у нас растут баклажаны и томаты. Видим баклажаны в теплице Запад. Благодаря подогреву и светодиодной подсветке у нас просто уже деревья. И я думаю, что до конца сезона они у нас вполне смогут поносить без подвязки. Но мы будем смотреть, конечно, на размер плодов. И если плоды у нас будут вырастать на органике очень большие, хоть лишь до килограмма, хотя данный сорт позиционируется как не очень крупный, то при крупных плодах, конечно, нам придется их тоже подвязывать. Хотел обратить внимание и показать влияние буквально нескольких градусов температуры почвы на развитие кустов. Как видим, у нас 5 кустов баклажан примерно одинаковые. Если не считать, что там, где баклажаны у нас под светодиодным светильником, он имеет больше цветущих цветков. А самый крайний баклажан, он у нас примерно в 2,5-3 раза ниже ростом. Вот сегодня я замерил температуру возле него и у соседнего баклажана. Разница между ними всего 3, местами 4 градуса. На мой взгляд, такая, казалось бы, небольшая разница температур такую большую разницу в развитии дать не может. Возможно, что, помимо всего прочего, этому баклажану было еще и холодно над грунтом, так как часто в этот угол именно задувает холодный ветер. И плюс у нас после установки капельного полива частично в утренние часы может быть небольшое затенение солнечных лучей, как бы ему просто не хватает света. А также, возможно, что в момент монтажа того же капельного полива у нас могли случайно на него наступить слегка, и нам об этом ничего не сказав. На этом очередной выпуск «Битвы теплиц» подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Со съемочной бригадой мы идем пробовать первый урожай. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!